Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. На строительстве объектов SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Беларусь все идет по плану. Поэтому сегодня мы познакомим вас с более актуальными событиями в создании струнного транспорта Юницкого. Вы узнаете о проводимой работе по развитию внешнеэкономических связей компании-разработчика технологии SkyWay и о последних событиях на производстве подвижного состава. А теперь обо всем этом подробнее. Наш проект вплотную подошел к стадии коммерческой реализации, поэтому закрытое акционерное общество струнной технологии последовательно развивает свои производственные мощности. В прошлом месяце введен в строй новый корпус, также продолжается строительство еще одного цеха в свободной экономической зоне Минск. Но этого для достижения поставленных целей недостаточно. Для перехода к серийному производству еще необходимо обеспечить бесперебойные поставки необходимого сырья и комплектующих изделий. Налаживание договорных отношений с мировыми лидерами в соответствующих отраслях промышленности не прекращается. На уходящей неделе сразу две зарубежные делегации ознакомились с экотехнопарком, после чего побывали на производстве подвижного состава в Шабанах. Завершив обе деловые встречи обсуждением технических вопросов в Минском офисе компании-разработчика струнного транспорта с высшим руководством нашей организации. Как мы уже сообщали, 8 октября нас посетила делегация бельгийской компании «Бекарт». Это крупнейший производитель стальной проволоки и металлоизделий со специальным покрытием. На сегодняшний день в каждой третьей автомобильной шине используется металлический корд их производства. «Бекарт» располагает филиалами в 45 странах мира. Штат сотрудников этой международной компании насчитывает 29 тысяч человек, а объем продаж составил 5 миллиардов 100 миллионов евро в 2018 году. Для изучения всех нюансов использования современных полимеров нашей деятельности, 10 октября с аналогичным же маршрутом и повесткой дня закрытое акционерное общество струнной технологии посетила делегации компании-производителя полиэфир-эфир-кетона «Junhua China Peak» из КНР. Полиэфир-эфир-кетон — это кристаллизирующийся полимерный материал с высокими термическими и механическими свойствами, характеризующийся тем, что он не горюч. Выдерживает длительную эксплуатацию при температуре от минус 40 до плюс 260 градусов по Цельсию. Совмещает вязкость при низких температурах с высокой температуростойкостью, а также является отличным электроизолятором. На производстве в Шабанах продолжается освоение новых и модернизация старых площадей. В проработке находится вариант модернизации гидросистемы высокоскоростного Юнибуса Ю4-362 для улучшения его ремонтопригодности, снижения стоимости производства, для компактности и простоты обслуживания. Добавляются новые функции, корректируются алгоритмы работы по результатам испытаний самоходного шасси. Синтезирован фильтр Калмана, мощный инструмент фильтрации данных. Это последовательный рекурсивный алгоритм, использующий принятую модель динамической системы для получения оценки, которая может быть существенно скорректирована в результате анализа каждой новой выборки измерений во временной последовательности. Этот алгоритм находит применение в процессе управления многими сложными динамическими системами, например, непрерывными производственными процессами, самолетами, кораблями и космическими аппаратами. В разрезе задач по созданию транспортных средств SkyWay фильтр Калмана интегрирует измерения от различных датчиков скорости, позиции и ускорения. Из нескольких разнообразных источников на входе получаем на выходе отфильтрованные данные состояния транспортного средства — скорость, ускорение, положение. Алгоритм может использоваться для интеграции измерений с любых датчиков после приведения их к международной системе единиц. Как вы уже знаете из прошлых новостных выпусков, сегодня деятельность компании, направленная на разработку инновационных транспортных средств, достигла такого этапа, когда вопросы стандартизации и сертификации представляются особенно актуальными. Очевидно, что данный процесс является достаточно трудоемким и ответственным, требует особого внимания и подключения совместных усилий. Нашей общей задачей на данный момент является анализ всех предъявляемых сертификационных требований и сопоставление с ними решений и системных требований к транспортному средству. Для достижения этой цели отобраны все предъявляемые требования для проведения анализа clause by clause, позволяющего увидеть целостную картину реализации тех или иных требований, что поможет обосновать сертификационному органу принятые нами решения. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологии SkyWay за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и вы всегда сможете обосновать принятые вами решения. Строй SkyWay! Спасай планету!